Я вставил эту заставку, хотя про XRP говорить совсем не планировал. Но пока я делал это видео, я понял, что приветствие должно быть совершенно не таким, как всегда. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Сегодня будем говорить про многие темы, поэтому видео получится опять большим. И именно поэтому я оставлю тайм-коды в описании, чтобы ты сразу мог выбрать ту тему, которая тебе интересна. Сегодня, ребята, мы поговорим не только про перспективы биткоина, мы поговорим про то, что сказал Майкл Бюри, тот самый человек, который в 2008 предсказал тот самый крах. Также мы обсудим то, как большие компании в финансовом мире пытаются отобрать твой биткоин, ну или любую другую твою криптовалюту. Кроме этого, сегодня поговорим про криптовалюты Эфириум, Кардана, Вичейн и Реалм. Короче говоря, будет очень много интересной информации, поэтому я надеюсь на твою поддержку лайком и подпиской. Я заметил, что 30% моих зрителей не подписаны на канал, почему бы это не исправить и не подписаться. Здесь мы каждый день говорим о криптовалютах и событиях из цифрового децентрализованного мира. Итак, что же происходит с биткоином прямо сейчас? Начнем с индикатора, который называется Аллигатор Билла Уильямса. Вот так он выглядит на графике. С помощью него можно определять зарождение тренда движения цены. В его основе лежат три средние скользящие. Когда рыночный тренд устойчив, они расположены параллельно друг к другу. Но как только тренд меняется, мы видим их пересечения. Сигнал на покупку – это когда все скользящие пересекаются вверх. Ну и наоборот. Однако, индикатор иногда запаздывает из-за того, что используется именно среднее значение цены. На протяжении истории биткоина этот индикатор служит в качестве либо поддержки, либо сопротивления. На растущем рынке мы видим, что этот индикатор всегда служит хорошей поддержкой для цены биткоина. Любая коррекция на растущем рынке находит поддержку именно на этом индикаторе. Это что касается растущего рынка. Если же мы говорим о падающем рынке, то мы видим, что этот индикатор служит в качестве сопротивления. Цена пытается пробиться выше него, но постоянно отталкивается вниз. При этом важно отметить еще один факт. В районах, где эти три среднескользящие из этого индикатора долгое время движутся параллельно друг к другу, тренд всегда устойчив. Но чем чаще эти скользящие начинают пересекаться друг с другом, тем ближе разворот тренда. Сейчас на дневном графике биткоина мы видим, что цена биткоина начинает тестировать этот индикатор на предмет поддержки вот здесь. Эту поддержку удержать нужно любой ценой. Почему? Каждая коррекция биткоина находила свою поддержку именно на этом индикаторе. Но заметь, как только этот индикатор стал сопротивлением вот здесь, нас ожидал разворот тренда. И мы перешли в большое падение, которое составило почти 60%. Именно поэтому сейчас очень важно, чтобы мы, даже упав до самой нижней границы этого индикатора, все-таки удержали этот индикатор в качестве поддержки, а не остались ниже него как-то вот так. Ведь в таком случае мы можем продолжить падение дальше. Такой сценарий вполне может произойти, учитывая показания этих индикаторов. Почему? Потому что, во-первых, MACD не выглядит бычьим. На нем мы видим вот это медвежье пересечение. Кроме этого, он еще начал краснеть. Это уже само по себе может являться медвежьим сигналом. Кроме этого, индикатор T3 падает почти до нуля. Если он упадет ниже, это тоже будет медвежий сигнал. Хочу обратить твое внимание, что с января этого года MACD уже краснел несколько раз. Вот здесь, и здесь, и здесь. Я синхронизировал моменты, когда MACD начинал краснеть с движением цены биткоина. И мы видим, что при двух условиях, когда MACD переходил от зеленой в красную зону, а T3 падал ниже нуля, цена биткоина переходила в коррекцию здесь, здесь и здесь. Причем эта коррекция цены биткоина продолжалась до тех пор, пока индикатор T3 не достигал приблизительно минус 146 пунктов. Причем почти везде, смотри. Поэтому потенциально мы можем упасть, если T3 индикатор сейчас тоже покраснеет. Очень похожая ситуация, поэтому следи за этими двумя индикаторами MACD и T3. Они абсолютно бесплатные на TradingView. Заходи, выбирай биткоин-доллар и наблюдай за индикаторами. Какие же могут быть цели для биткоина на кратко и средне сроки? Вчера мы говорили об этом восходящем клине, и что биткоин может выйти из него именно в сторону снижения. Линия поддержки этого клина, которая тянулась с июля этого года, была пробита. При этом заметь, что цена биткоина не только пробила ее, но и попыталась проверить на предмет сопротивления. И оказалось, что эта длинная линия поддержки теперь служит в качестве сопротивления. Ведь цена биткоина отскочила от нее вниз. Вопрос, сможет ли цена биткоина закрепиться выше этой линии поддержки, чтобы продолжить рост? Ведь если нет, то наши цели будут находиться на нижней границе вот этого восходящего канала, в котором цена биткоина находится с июля 2021. Мы видим, что в прошлом, после достижения этой границы, цена биткоина всегда показывала массивный рост. Здесь и здесь. Кстати, заметь, что даже после этой коррекции биткоин все равно находится в восходящем тренде. Каждый минимум все выше предыдущего, точно так же, как и каждый хай выше предыдущего. Поэтому можно сказать, что биткоин еще в растущем тренде. Нижняя граница этого восходящего канала сейчас находится приблизительно на 42 600 долларов. На сетке фибоначчи мы видим, что сейчас для биткоина есть две суперсильные линии. Одна находится на уровне 0.5 по коррекции фибоначчи, и вторая находится на уровне 0.786 по фибоначчи. Мы видим, что цена биткоина несколько раз пыталась пробить этот уровень, который составляет 48 тысяч долларов. Вот здесь цена биткоина пыталась его преодолеть, но не получилось, и именно поэтому сейчас мы наблюдаем эту коррекцию. А на уровне 0.5 находится сильнейшая линия поддержки. Вот она. От нее цена биткоина несколько раз отталкивалась после падений. Уровень 0.5 по фибоначчи это около 44 200 долларов за биткоин. Также мы говорили, что при достижении золотого сечения по фибоначчи цена биткоина должна корректироваться до уровня 0.382. Именно поэтому уровень 0.5 по фибоначчи сейчас очень-очень важен. Его нужно удержать в качестве поддержки. Только так мы увидим продолжение роста и наконец-таки достижение нашей цели в 50 тысяч долларов. Если же этот уровень не удержится в качестве поддержки, то мы увидим коррекцию дальше до 0.382 по фибоначчи. Это около 42 600 долларов. Вот это совпадение. Ведь именно столько составляет нижняя граница этого восходящего канала. Для меня сигналом на открытие позиции будет достижение этой нижней границы канала и отскок от нее. При этом, чтобы он подтвердился показателями MACD и T3. Если они будут в зеленой зоне, это будет сигнал на покупку. Итак, цена биткоина корректируется. Но из-за чего? Правильнее из-за кого? О, скажем ему спасибо за то, что он делает для падения цены биткоина. Но прежде чем мы перейдем к ответу на этот вопрос, из-за кого цена биткоина корректируется, хочу рассказать тебе о том, что осталось 4 дня предпродажи моей авторской книги. Ты можешь заказать ее по ссылке в описании до 22 августа включительно со скидкой в 50%. Мне очень приятно, что множество человек ее предзаказало, и я чувствую какое-то интеллектуальное наслаждение, что ли, что эти люди так высоко ценят мои труды, которые я вложил в эту книгу. Ссылка на нее будет в описании. И мы продолжаем. Кто такой Майкл Бьюри? Его называют Big Short Guy за то, что в 2007 он предсказал финансовый крах 2008. Еще до всего этого краха он начал шортить рынки, начал ставить против рынка недвижимости и ипотеки. Тогда никто этого не понял, ведь все растет, и поэтому все смеялись и шутили над ним. Но он оказался прав. За это и получил свою известность, и эта история стала основой для известного фильма «Игра на понижение». Недавно он опубликовал целый ряд постов в Твиттере, в которых предупредил всех. Рынок криптовалюты ждет мать всех крахов. Тобишь, крупнейший крах в истории. Сейчас, кстати, эти посты уже почему-то удалены. Есть два типа инвесторов. Первый ищет инновации, которые только зарождаются, и пытается нащупать в них перспективу. Так делаем мы в криптовалюте, мы знаем какой здесь потенциал. Но есть и такой тип инвесторов, которым наплевать на инновации. Что они делают? Они всегда пытаются их задавить, думая, что это просто обман пузыри скам. И похоже, что Майкл Бьюри – это второй тип инвестора. Она говорит, что Майкл хорошо угадал в 2008, но никак не принимает инновации. Причем настолько, что он даже поставил шорты, шорты. Причем настолько, что он даже шортит против всего ETF Ark Innovation, в котором, на минуточку, есть акции таких компаний, как Tesla, Coinbase и Square. Как минимум три компании из топ-10 ETF Ark Invest Innovation связаны с биткоином или инвестициями в биткоин. И Майкл Бьюри шортит эти компании. Может быть, может быть, Майкл Бьюри намеренно пытается сбить цену биткоина, чтобы забрать биткоины подешевле у тех, кто паникует от каждого выстрела на рынке. Хочу, чтобы ты послушал этот видеоотрывок со стрима Битбоя. За последние три месяца они увеличили свои вложения в биткоин. Биткоин. Самый большой хедж-фонд в мире. И он говорит вам, паникуйте. А я говорю, не продавайте свои биткоины и эфириум. Не продавайте кардана и XRP. Держите их. Другие люди говорят, о нет, оно все упадет до 8 тысяч долларов, до 14, до 21 тысячи. И биткоин действительно упал больше, чем я думал. До 28 тысяч. Эти люди забирают ваши биткоины. Биткоин может сейчас упасть до 42 тысяч долларов, но даже если он упадет до 20 тысяч, я все равно в нем уверен. Начнем с того, что долгосрочный сигнал, который в прошлый раз привел к росту биткоина на 250%, снова появился на графике. Да, это тот самый хэш-риббон, со которым мы уже говорили. Он не является краткосрочным и даже едва ли среднесрочным сигналом, но обычно в прошлые разы он означал хорошую перспективу для биткоина. Но это все технические показатели. На самом деле для биткоина 2021 год стал самым лучшим. Даже не с точки зрения цены, а с точки принятия и легализации. Президент Аргентины допускает легализацию биткоина в стране, так как считает его способом побороть инфляцию. Также он сказал, что возможно в стране будет принята также и национальная цифровая валюта Центрального банка. Я не хочу заходить слишком далеко, но нет причин говорить этому нет. Говорят, преимущество криптовалют в том, что инфляционный эффект в значительной степени сводится к нулю. Я должен признать, что с осторожностью подхожу к этой теме. В моем случае осторожность обусловлена тем, что криптовалюты мне пока что не очень знакомы и понятны. Я уже не раз говорил, что основным препятствием на пути принятия криптовалют является их непонимание большинством людей. Даже такими людьми, как президентами отдельных стран. Как только ты один раз поймешь, что такое биткоин, ты уже не задаешь вопрос, а стоит ли в него инвестировать. Ты задаешь вопрос, а почему остальные в него не инвестируют, почему остальные этого не понимают. Мне очень сильно понравился вот этот твит, который хорошо заметил существующую тенденцию. Покупка биткоина в западных странах является спекуляцией. В странах, где инфляция неостановима, а режимы репрессивные и авторитарные, покупка биткоина – это спасение. Потенциал биткоина намного больше, чем просто его покупка институционалами. Платежный гигант Visa также совершенно не пугается коррекцией биткоина. 54 криптовалютные компании по всему миру работают с Visa для того, чтобы запускать карты Visa с поддержкой биткоина. Visa говорит, что развивает это направление для молодого поколения, которое будет пользоваться растущим богатством и популярностью криптовалют. Visa не просто словами, а действиями прямо сейчас доказывает. Криптовалюта – это будущее молодого поколения, которое сменит старое. Не доллар будущее, не фиат будущее, а крипто будущее. Биткоин. Ипотечный кредитор UWM планирует принимать платежи в биткоине уже к концу этого года. Это первое принятие криптовалюты в американской ипотечной отрасли. UWM является национальным ипотечным кредитором, объем займов которого за прошлый квартал составил почти 60 миллиардов долларов. При этом, ребята, растет не только принятие среди институционалов, пенсионных фондов, даже ипотечных кредиторов. Ну и количество пользователей биткоина растет такими темпами, как ни одна новая технология до появления крипта. Даже интернет не рос так быстро, как это делает биткоин. На канале Биткоин появилось видео, в котором инвестор Элис Киллен из Venture Capital сказала, что за последние 30 дней мы увидели миллион новых холдеров биткоина. Мы в том цикле, в котором происходят две ключевые вещи. Во-первых, агрессивное накопление биткоинов. И во-вторых, во время этого периода падения долгосрочные держатели биткоина не кинулись в панике продавать. Что мы видели в своем фонде? Это активные покупки со стороны крупных денег. Это инвесторы, у которых более тысячи биткоинов. Их активность в этот период очень высокая. В то же время майнеры за последний месяц получили высокую прибыльность из-за китайских событий. Но они держат эти прибыли в биткоине. К тому же мы видим абсолютный исторический рекорд в плане новичков, которые впервые зашли на крипторынок с нашей помощью. За последние 30 дней вместе с ними мы увидели около миллиона новых холдеров. Не включая тех, кто покупал через биржи. И эти скорости развития намного выше, чем это было даже для интернета и других развивающихся рынков в прошлом. Когда ты видишь такие новости, когда ты читаешь их, когда ты слушаешь такие выступления, как вообще можно говорить о том, что это конец роста для биткоина? Да, он может корректироваться. Да, он может перейти на два года в медвежий рынок, как это бывало уже раньше. Но посмотри на глобальную картину. Биткоин находится в глобальном растущем рынке. И лишь иногда наблюдает вот эти, можно сказать, незначительные коррекции. Как бы ты не относился к ТикТоку, нельзя отрицать тот факт, что эта молодая, но уже самая крупная социальная медиа платформа является самой быстро растущей. ТикТок выбирает потоковую службу Аудиус для своего проекта ТикТок Саунс. Если что, Аудиус – это платформа потоковой передачи музыки, основанная на блокчейнах Эфириума и Соланы. Теперь он сотрудничает с ТикТок в рамках приложения для обмена видео ТикТок Саунс. Партнерство является первым в своем роде для ТикТока и направлено на оптимизацию текущего процесса загрузки и отбора музыки в ТикТок. Пользователи Аудиус теперь могут просто загружать треки и делиться им в ТикТоке, что, по словам основателей Аудиус, занимает менее минуты. Аудиус теперь стала первой такой платформой, криптоплатформой, которая позволяет совершать прямой обмен с ТикТок. Для музыкальной платформы Аудиус, которая только недавно превысила отметку в 5 миллионов пользователей, это является большим достижением. Криптовалютная компания, особенно такая небольшая, заключает партнерство с огромным ТикТоком. Это очень массивные новости для криптовалюты, а особенно для Эфириума и Соланы, чьи блокчейны обеспечивают работу Аудиус. Кроме этого и для ТикТока это тоже большое, можно сказать, историческое событие, потому что он начинает впервые в своей истории интегрироваться с блокчейном. Аудиус на этом фоне уже вырос на 90%. А теперь представь себе, что будет, когда ТикТок будет работать с биткоином, кардана, XRP, V-Chain. Теперь я хочу поговорить про NFT и плавно перейти к теме Эфириума. Ведь NFT сейчас переживает настоящий хайп, словно DeFi прошлым летом. То, что происходит в секторе NFT, напрямую отобразится на цене Эфириума. И сейчас я расскажу почему. Начнем с экосистемы Эфира, которая сейчас взрывается. На данный момент каждую минуту сжигается 3,22 монеты Эфира. За последние 30 дней 61 тысяча Эфиров навсегда исчезла из предложения. При существующих темпах за год сгорит 1,7 миллиона монет. При этом, чем более популярными становятся децентрализованные протоколы на Эфириуме, тем больше монет будет сжигаться. На данный момент самыми активными из топ-3 сжигателей Эфира являются OpenSea, Uniswap, версии 2 и Axie Infinity. Как мы видим из тейблкоина, когда перемещаются в блокчейне Эфириума, тезер и USDCoin тоже сжигают Эфиры. Чем популярнее становится NFT, тем выше объемы торговли на OpenSea и тем, соответственно, больше сжигается монет Эфириума. А значит, и Эфир становится все более дефицитным, что при росте спроса на него будет очень сильно толкать его цену вверх. Говоря про OpenSea, у нас есть очень хорошие новости и насчет него. OpenSea прямо только что обогнал Etsy по объемам. Он достиг 1 миллиарда долларов торговых объемов в августе. Если что, Etsy – это веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы, старинных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска. По факту это как NFT, только в традиционном мире, а не в блокчейне. На очереди осталось обогнать eBay. Вот это уже будет круче намного. Но самое удивительное, что такие рекорды в торговле NFT на OpenSea ставятся на фоне того, что запросы в Google поиске даже не достигли отметок того самого пика в марте. Мы уже говорили об этом. Если что, это синий график. Красный же это торговля на OpenSea. Как мы видим, торговля взрывается просто безумно. Что будет, когда запросы в Google достигнут отметок марта этого года? Это будет бум NFT и, соответственно, эфириума тоже. А теперь та самая связь между популярностью NFT рынка и ценой эфириума. На этой диаграмме мы видим красный график цены эфира и синий график – это торговля NFT на OpenSea. С ростом продаж NFT на OpenSea цена эфириума тоже растет. Чем популярнее NFT, тем выше может вырасти эфир. Это что касается сжигания монет. Но ведь есть еще один механизм, как сделать эфир еще более дефицитным – стекинг. Ведь залоченные в стекинге эфиры невозможно двигать, соответственно, нельзя их продать. На данный момент около 7 миллионов монет эфира залочены в контракте эфириум 2.0. Каждый день на этот депозитный контракт приходят еще 10 тысяч эфиров, которые выпадают из предложения. И делают эфир дефицитнее. Если мы посмотрим на самые богатые кошельки эфириума, то увидим, что депозитный адрес эфириум 2.0 стал самым крупным держателем эфира. Эти монеты можно на данный момент исключать из предложения, что делает эфириум более дефицитным. Именно поэтому будущее эфира для меня кажется хорошим. Чем больше эфиров будет убираться из предложения, тем лучше для его ценности. А хочу закончить это видео хорошими известиями для VeChain, Realm и Cardano. VeChain и Simplex заключают партнерство, чтобы обеспечить поддержку так называемого OnRamp фиат для токена VET. Что это вообще значит? Simplex это одна из ведущих OnRamp платформ в мире. Она занимается в том числе и тем, чтобы соединять криптовалюты с традиционными деньгами. Да так, чтобы пользоваться этим переходом между крипто и фиатом было максимально легко, удобно и быстро. Теперь она добавляет поддержку и VeChain. Что это значит для токена VET? Теперь он будет доступен для прямых покупок через обширную партнерскую сеть Simplex, которая состоит из ведущих криптобиршей кошельков, таких как, например, Binance, Gigi Finex и Guarda Wallet. Это очень хорошие новости для холдеров токена VET. Кроме этого, технически VeChain выглядит очень неплохо. Он формирует огромную фигуру двойного дна. Если мы пробьем 15 центов, это может довести цену до 22, что позволит VeChain сделать 2 икса от текущих. Realm анонсировал интеграцию с Chainlink для того, чтобы иметь возможность запустить свои NFT. При этом, ребята, эти NFT будут совершенно отличаться от того, что было раньше. Они будут совершенно новыми. Это будут, например, NFT домашние животные. Realm называет их «живые NFT». Если что, Realm – это достаточно молодой проект, который еще даже не торгуется на бирже, но уже заключает партнерство с лидером в сфере оракулов Chainlink. И, наконец, Cardano. В преддверии запуска смарт-контрактов экосистема Cardano быстро растет и обзаводится новыми партнерами. Огромная экосистема, посмотри на эту схему. Что ж, если популярность платформы смарт-контрактов Cardano будет такой же, как мы видим, это хорошие новости для Cardano. Ждем 12 сентября, ребята, ждем 12 сентября. И держим в уме правила «покупай на слухах, продавай на новостях». Если Cardano выстрелит сильно, то многие старые холдеры захотят зафиксировать прибыли. Это может привести к краткосрочным падениям цены Cardano. Есть у меня еще хорошие новости про Cardano, которые связаны с ее децентрализованной биржей. На это я хочу выложить отдельным видео, скорее всего оно будет завтра. Поэтому на этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Буду рад лайку. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok